Ну вот, сегодня получил посылку из Китая с веб-камерой Акаса Браво 8 Со всеми причиндалами тут еще есть встроенный микрофон, что очень хорошо Ну, заказал, так как было в комплекте, еще и карточку На 64 гигабайта, да, на пузо, чтобы крепить Ну и там различные причиндалы еще будут Ну что ж, посмотрим, что тут в действии она будет снимать Интересно, по техническим характеристикам она снимает 4К в 60 кадров в секунду Это довольно-таки очень хорошо Во всяком случае для меня Ну и посмотрим, какое будет качество Ну вот, камера Акаса Браво 8 Вот так она на штативчике Стативчик прикупил еще, чтобы удобнее было Потому что он очень хорошо раздвигается Различные Можно делать О, длины такой становятся На подножке Вот Такая вот штукенция Камера Уже в чехле Как бы До сколько там, до трех метров в воду можно погружать Но Наконец-то не буду использовать для подводной съемки Так Ну как она включается Значит Все здесь пальцем направляется Съемка Там Подвигаешь сюда Просмотр файла Это что я записывал до этого Мы можем удалить Так Все удалить Да, на английском Вся аннотация Вся аннотация В смысле все управления Но это ничего страшного Здесь можно переводить Все фотографировать Замедленную съемку Быстренную съемку Ну В общем-то Как во всех камерах Много разных прибамбасов Что тут еще у нас Опять Подвинули сюда Поставили вайфай тут Еще через что-то Вот Различные настройки Много настроек Значит Вот Я тут поставил 2,7 На 60 кадров в минуту Хотя можно снимать 4К На 60 кадров в секунду Очень, конечно, хорошо Вот Как переключается Вид А, здесь есть окошко Впереди На которое можно будет Видеть Когда сам себя снимаешь В общем-то Это надо нажимать Надо Сюда На эту кнопочку Вот Уже появилась Здесь Во время съемки Когда вы делаете Конечно Не переключится А вот Когда остановили съемку Тогда можно переключать Ну и так же обратно Нажали Она же здесь появляется Съемка Начинается Вот это нажатие На Вот эту кнопочку Съемка пошла Что здесь плюс хороший Еще проверим Конечно То, что здесь есть Все Дополнительно Микрофон Вставляет Вот сюда Вставляется Так Выключить на эту съемку Вот сюда В эту Но надо открывать Крышечку Открывать Крышечку А она почему-то У меня здесь В этом чехле Не открывается Это один из минусов Я вот скажу Минус такой Что Допустим Вы хотите Так Выключим Выключим ее Допустим Вы хотите Поменять батарейку А вот батарейку Поменять Допустим Вы хотите Или что-то Вот здесь Минус то Что приходится Откручивать Этот Объектив Типа стекло Для объектива И это Немножко Не очень хорошо Потому что Если вы будете Там на рыбалке Или еще где-то То Это Может попасть Там Грязь Какая-то пыль И уже Гораздо хуже Будет Так Сняли То есть Нужно Опять Закручиваться А батарейка Меняется Вот здесь Открывается Ой блин Как тут открыть Вот Так Меняется Батарейка Вторая батарейка Тоже есть Но лучше Заряжать Повербанком Так И конечно Удобно Сделано Ну что делать В принципе Ой как же Открыть А вот Открываем Здесь мы Там Карточка Вставляется И сюда Можно подсоединить Микрофон Микрофон Тип Си Ну вот Не знаю Если в чехле То чувствую Надо будет Подпилить Эту рамочку Чтобы открывалась Тогда Не менять батарейку А просто Подставлять Повербанк И Заряжать Через Повербанк Весли камеру Так Ставим И обратно В эту рамку Опять же Надо откручивать Не очень удобно Так Открывается Сразу Потом Ток Тут Метка Метка Тут есть Ну что Здесь еще Есть пульт Как бы На руку Тоже Тут Премудрости Для включения Его надо Включим Что тут Надо сделать Ладно Да Тут дает Настройки Разные Стабилизация Есть Но Я отключил Пока стабилизация Потому что Когда включаю Стабилизацию Ухудшается Качество Все таки Он Где значит Через интернет Можно И еще Что-то Вот Да Ленгвити Русского Нет Но ничего Страшного Войск Контрол Даже Есть Это все Посмотрим Вот Для того Чтобы Подключить К этому Пультику Надо Чтобы Дис Ремонт Включено Было Попробуем Включить Чего Накроем Так Вон Включился Кажется 48 Можно Переключать На фотографии Если Включить Вот С пульта Включили Видеосъемку Видеосъемка идет В принципе удобно Да Раз Выключили Все Можете Так же Управлять И С телефона Сейчас Покажем С телефона Ну вот Посмотрим Сейчас Как С телефона Опять Включим Кассу Этот Так Нет Это не Туда Вот Включим Так А на телефоне Телефоне Надо Такая тут А вот Акаса Гол Поставить Акаса Гол Девайс А вот Девайс Правильно Здесь Нажимаем Выбираем Какой у нас тут Браво Хоть Коннект Подключить Подключено Апгрейд Можно апгрейд Сделать Котово Котово Интернет Коннекшн Вот Браво Котово Ничем Не обратно Не будем Пока Апгрейд Апгрейд Или Что Он Хочет Через Эту Апгрейд Сделать Апгрейд Сделать Апгрейд Через Интернет Ну и что Коннект Камера Подключить Подключено Отключилось Уже Ну да Отключился Отключено Написано Ничего Во Отключилось Наконец-то Ну вот так Вот можно С телефона Тут С телефона Управлять Различные Съемки Таймлайпс Замедленная Короче Ну что тут Повернем Камеру Куда-то Вот Сделал Видео Допустим Все Видео Сделали Смотрели А Сразу В телефоне Остается Хорошо Так Вот Делать Фото Вот Сделали Фото Ладно В общем Так Оно Действует Только Так Так Как Я не Слишком Молодой Тяжеловато Приходится Соображать Пойдем Поснимаем Наверное На улице Различных Режимах Ну и Посмотрим Что будет Ну говорю Что надо Скачать Программку Оказывается Гол Ну вот Попробуем Сейчас Поснимать На эту Камеру Правда Витрила Сегодня Хороший А тут У микрофона Я не взял Эту мохнатость Потому что Мохнатость На микрофоне От ветра Помогает А тут Простой Микрофон Пальчик Такой Вряд ли Он будет От ветра Защищаться Ну посмотрим Так Поставим На такой Стабилизатор Он будет Работать Все равно А потом Прицепим На такую Прищепку Которую Можно К рюкзаку Прицепить Там Еще куда-то Но что интересно Вот эти Старые рамки Для старых Для предыдущих Камер Он не подходит Он немножко Побольше Но посмотрим Ну вот Поставил Сейчас посмотрим Кто тут будет Включил Вот так он снимает Пока выключим Хотя можно Все Включать С этой С этого Включать Пока это без микрофона Микрофон У меня на телефоне Стоит Голосатый А на камере Акасо Нет Ну попробуем Потом Еще проверим Теперь поставил Такую прищепку Которую Можно Прищепнуть Себе Там Типа К рюкзаку Когда Идешь Не знаю Распилил Тут Надфиль Что Может Теперь Хоть Крыточку Открывать Чтобы ставить Микрофон Или там Повербанк Чтобы зарядить А то Никак Нельзя было Вообще Она как-то Сделана Непонятно Такое ощущение Что Одна контора Делала Камеру Другая Эту Так сказать Для камеры Эту Как ее правильно Назвать Коробочку Потому что Пришлось Здесь надфилем Поработать Прилично Чтобы Сбериться Сбериться А то До конца Не открывается Ну да Провод входит И на том Хорошо Пойдем Попробуем Как сказать С плеча Поснимать Ну вот Сейчас Чисто на камеру Снимаю На этого Кассу Ну Микрофон Вставил Микрофон Я говорю Не Лохматый Хотя Этот стабилизатор Как-то Не держит Не совсем Его Все-таки Нету Блютуз Странно Конечно Может я что-то Еще не понял Там Ну посмотрим А так Все нормально Кстати 2 2 из 7 То есть 2К Пока снимаю Ну пока Кончим В общем Снимаю 4К Без стабилизации Без стабилизации И пока Без микрофона Вот такая вот Картинка Иду Камера Прищепнута Клямки Рюкзака У меня есть и поясной Такой ремень На пузе Но Как показывает На рыбалке Допустим Всегда Перед носом Катушка С леской Только А на плече Мне кажется Это будет лучше Ну не знаю Сейчас пока Сезон Вот только Закрыт На реках С 15 марта По 15 июня Все ручьи Разлились Видно сюда Щука На ней Заходит Какие дела Сейчас Щитаю микрофон Посмотрю Что С микрофоном Будет Вот Щитаю микрофон Не знаю Лучше Или хуже Отведу Стабилизации Переключал 4К На 60 кадров В секунду Мне кажется Стабилизации Нет Там есть Другое Сейчас попробую Посмотреть Сейчас попробую Стабилизацию Поставить На 4К 60 кадров В секунду С микрофоном Ой Морцы Светут Мелесть На речке Какие На 2.7 120 кадров В секунду Со стабилизацией Несу камеру В руках Чисто В руках С микрофоном Микрофон Который Лацкан Вот такие Вот дела Посмотрим Дальше Что будет Теперь 2К Теперь 2К На 60 кадров В секунду Тоже Со встроенной Стабилизацией Отключена 2К Как бы 60 кадров В секунду И стабилизация Отключена Несу Тоже Камеру В руках Сейчас Мой любимый Режим 10 на 80 Стабилизация Отключена Микрофон Включен Устроен В смысле На петличке Здесь Кстати 10 на 80 Есть даже 200 кадров В секунду О Моя любимая Скамейка Заболела Ужас Сейчас Попробуем На этом 10 на 80 Включить Стабилизацию Ну как бы Включена Вот сейчас Стабилизация На 10 на 80 Почему-то Смут То есть Чистая стабилизация Какой-то Нету А просто Есть нормальная Стабилизация Ну не знаю Пока я в руках Несу Даже не пристегнул К чему-то Ну что еще Можно посмотреть В принципе В других форматах Я и не буду Снимать Если попробовать Там Разный Таймлапс Что получится И все А так Больше ничего В принципе Потом Все равно Мы обработаем Все это В программе Вегас Про Какая у меня Сейчас 16 Версия Больше И не стоит Ставить Потому что Лаптоп Где-то 15 Года А покупать Новые За Штуку Фунтов Для того Чтобы Пользоваться 19 Как-то Еще Пока Не хочется Субтитры 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 Ну вот Приблизили Даже Интересно Приблизили Максимальное Приблизение На видео 4К 60 кадров Секунды И 60 кадров Секунды Режим Стабилизации Отключил Там Есть Три Режима Отключенный Нормальный И Супер Чистый Типа Супер Смуток Ну не знаю Пока Без стабилизации С микрофоном Сейчас Попробуем Ставить Нормальную Стабилизацию Вот Поставил Нормальную Стабилизацию Как бы Под солнце Идти Тоже 1080 На 60 Кадров Секунды Такой Оптимальный Все Попробуем Еще Один Режим Стабилизации Ну не знаю Как микрофон Потом Посмотрю Вегас И Когда Буду Делать Обрабатывать Посмотрим Ну Значит Так Иногда Когда Вы Снимаете Камеры При Дневном Свете В искусственном Освещении У вас Возникает Такое Мерцание Это Связано С тем Что Частота Электричества Герцах Иногда Не совпадает С частотой Кадров Но Здесь В этой Камере Предлагается Два Выбора Либо ПАЛ Система ПАЛ Либо Система НТСТ Как Она Правильно Называется НТСТ Не в этом Дело Ну Это Связано С тем Что В основном В Европе В Восточной Европе В Западной Европе Это Частота Только 50 Герц А В Америке Допустим В некоторых Странах Азии 60 Герц Ну Здесь Соответственно Лучше Снимать Если Вечером Снимать При Искусственном Освещении То Лучше Ставить Конечно Систему ПАЛ Там Идет Съемка 50 Кадров Секунду Либо 25 Либо 75 Это Немножко Синхронизирует Частоту Кадров С Частоту Электричества Хочется Еще Сказать Что При Выборе Камеры Нужно Также Ориентироваться На Выбор Карты Памяти Те Камеры Которые Снимают Как бы Карточки Full HD Ну То есть Пример Там 10 10 Они Не Снимают 4К 4К Хорошо Снимают Правильно Не Снимают Начиная Карточек Которые Имеют Там Значение В30 В60 В90 Но Это Все Зависит От Скорости Передачи Данных Чем Лучше Карта Чем Больше Ее Значение Тем Лучше Что Еще Хотел Сказать Долгое Время Некоторое Время Конечно Я Смотрел На Ютубе Англоязычные В основном Ролики Про Акасо Браво 8 И я Так понимаю Что В принципе Многие Ютуберы Многие Ютуберы Делая Какую-то Свою Видео Видеоролики Они И у которых Очень много Просмотров Там Миллионы Они В принципе Просто рекламируют Товар К сожалению Я не знаю Что они Там Какие Деньги Имеют Или Что-то Но Самое Главное Для Потребителя Простого Таких Как Я Ну И вы Наверное То Что Никогда Точно Нельзя Узнать Правду О Товаре Вот Основные Плюсы Ну Снимают В принципе Хорошо Со Звуком Какие-то Немножко Мне Кажется Проблемы Но Что Я могу Сказать Точно Петличный Микрофон Который Поставляется Вместе С этой Камерой В виде Подарка Он Никуда Не годится Вы Уже Слышали В этом И Вам Обязательно Нужно Приобрести Еще Как Минимум Два Надфиля Такие Маленькие Напильнички Которым Нужно Расширить Эту Коробочку Чехов Которая Находится Камера Иначе При Каждой Замене Батареи Либо Каких-то Действиях Там Развлечения Или Ставки Карты Памяти Вам Нужно Будет Все Время Снимать Камеру От Скручивать Этот Объектив Который Тоже Не Очень Хорошо Если Вы Не Сделаете Надфилем Немножко Не Расширить Это Отверстие А Так Когда Расширите То В принципе Не Надо Заменять Батарею Вы Можете Просто Пользоваться Повербанком Который Подсоединять Камере Когда У нее Кончается Ресурс Ну А Так В общем То Все Конечно Буду Дальше Снимать Что-то Что-то Будет Что-то Будет В эфире Потом Не знаю Когда Со временем В общем То Все Всем Пока Субтитры 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 Субтитры